Доброе утро, друзья! Татьяна Веденеева, наконец-то! Здравствуйте, Ваня! Доброе утро! Здравствуйте! Остров детства вот какой-то у нас сегодня прямо для всех. Доброе утро! Татьяна, что мы сегодня будем с вами готовить? Что-нибудь очень вкусное, очень новогоднее и очень простое. Я предлагаю пирог. Пирог ассоциируется с детством и с Новым годом, правда? Пирог ассоциируется, безусловно. Вот. И шампанское, конечно. Шампанское мы будем готовить? Да. Да, мы будем готовить шампанское с сорбетом. Шампанское с сорбетом? Да, вы никогда не пробовали, Ваня? Знаете, я никогда не пробовал. Я очень рада, что я первый открыватель. Я хотел бы обратиться ко всем зрителям. Друзья, новогодние праздники, сложнопостановочные блюда, такие как большое количество салатов зимних, они обычно готовятся заранее. А это, я так понимаю, блюда, которые подойдут прекрасно для второго, третьего, четвертого дня, когда времени не хочется много на это тратить, потому что все уже лепят снежную бабу во дворе. А тем не менее, что-нибудь свеженького хочется съесть, потому что холодец уже затянулся. Я бы даже сказала, Ванечка, что это подойдет на первое число тоже замечательно, потому что вы просыпаетесь утром. Так. И хотя шампанское пьют не только аристократы, как вы знаете, да? Ну да. И вы пьете некий напиток, который одновременно является десертом, шампанским. Не знаю, рецепт универсальный. Давайте начнем. Значит так, лучше всего, чтобы не тратить время, нужно купить готовое тесто. Вот это тесто совершенно замечательное. Оно должно быть слоеное. Вот посмотрите, такой вот раз, который в бумаге продается. Слоеное тесто. Я предпочитаю, чтобы оно имело круглую форму. Но вот у нас, видите, какая квадратная. А форма у нас круглая. А нам нужно на сколько, чтобы она... Вот так нам нужно примерно. Ну да. Вот так отрезаем лишнее, потому что нужно бортики загибать. Бортики будут вот так вот, да, загибать? Да, здесь они очень высокие. У меня, думаю, поменьше формочка, не такая глубокая. Ну вот, это, Ваня, вам пригодится. Не выбрасывайте. Нет. Теперь мы скруглим немножко, потому что надо, чтобы все-таки до конца доходило. Вы прямо даже не пользует... Вообще прямо вот так вот раз и все. Да. Молниеновый знак. Кстати, тесто тонкое, обратите внимание. Это слоеное? Да, это слоеное тесто. Здесь должно быть минимальное количество теста. И, Татья, вы огромное количество времени, я не знаю, проводили за рубежом. В таких странах, как Великобритания, Франция. Вот мне всегда интересовало, там же, ну, Франция вообще страна выпечки, да, десертов и так далее. Вот скажите, там тесто, среднестатистические жители, они предпочитают покупать или они предпочитают его делать дома сами? Если честно, не представляю. Но именно этот пирог я научилась делать во Франции. И вот такое тесто, которое в рулонах продается, я его первый раз увидела там. Ну и все. И сегодня я была просто счастлива, что, оказывается, в Москве это тоже все можно купить. Ну ничего такого зазора уже нет. Вот смотрите дальше, дорогие мои друзья. Вот я его чуть-чуть раскатала, потому что форма круглая. И прямо вот так бумагой вниз я кладу в эту формочку. То есть и бумагу не надо? Нет, бумагу оставляем, конечно. И бумага даже немножечко раскатывается. Чтобы не пригорела внизу. Да, Ваня, давайте, давайте будем изучать все вместе. Ну, поскольку у нас Новый год, я вообще такой пирог обычно делаю к какому-нибудь событию. Так, что дальше? А когда событие, это значит, что вот из этих обрезков, которые остались, можно сверху написать что-нибудь. Например, можно написать Ванечке от Танечки. Ванечке от Танечки, прекрасно. Казалось, да. Нет, ну это долго. Это долго. Давайте напишем так, В, А, Т. Да, Т, В. Т, В. Вот, проще всего. Вань, значит, мне нужна вот такая большая миска и... Миски-терочка. Так давайте же я... Лучше две. Ну, вы, значит, Ваня, вам как мальчику синенькую. А мне беленькую. Так, значит, Вань, для этого пирога, я уже сказала, нужно два, два вот таких рванчика теста слоеного. Так. 400 грамм моцареллы. Вот давайте, вам половину, мне половину. Это 400 грамм. Да, вот это лучше всего купить вот в таком брикете. Это очень удобно. Удобно натирать. И натирать. В мисочку натирать, Вань, в мисочку. Смотрите. Значит, что еще нужно? Еще нужно фето-чиз. Фето-чиз. То есть, ну, в общем, брынза, по-русски говоря. Но есть такая брынза, более нежная, я предпочитаю, она называется фето. Откуда этот рецепт? Татьяна, я с ним познакомилась на юге Франции, я была в гостях у одной замечательной французской семьи архитекторов. И поскольку я не ем почти никогда мясо, они этого не знали, они приготовились. А давно вы отказались от мяса? Давно, уже даже не помню, когда. Они этого не знали, и поэтому у них было много мясных блюд. Но на закуску, именно на закуску, был вот такой пирог. Он мне так понравился, что я без стеснения три раза просила добавки. Потом еще, это я уже делаю на свой вкус, я добавляю сыр и менталь. Ну, вот так примерно, скажем. Так, и это тоже натирать? Да. Давайте все делаем пополам, а потом смешаем. Значит, мы натираем менталь, ну, можно еще чуть-чуть, конечно. Так. Вот. И фету. Фета вообще очень легко натирается, ее можно просто даже вилкой разломить. И ментально, насколько я понимаю, для того, чтобы было некое такое связующее, склеивающее зима, да? Это я придумала, да. А дальше вы можете добавить, например, чуть-чуть выдавленного чеснока. Или вы можете добавить мелко порезанную, допустим, зелень, укроп или петрушку. Или какие-нибудь орешки. Ну, в общем, фантазия безграничная. У меня проще получается раскрашить этот сыр. Да, да, да. Фету лучше крошить, это очень удобно. И еще, что нам нужно, это два яйца. Два яйца? Два яйца. Одно нужно нам смешать с сыром. Я обычно этого тоже не делаю. Из соображений, чтобы меньше было калорий. Ааа. Ваня, вы уже сыр едите или что делаете? Вот, но потому что сыр и так хорошо себя чувствует, он вполне... Так, так что мне нужно сделать? Разбить сюда яйцо или смешать наши... Одно, да, давайте мы сейчас смешаем. Давайте мы произведем смешивание начинок. И что же, вот сюда я разбиваю одно яйцо. Правильно я понимаю? Да. Вот сюда. Разбиваете одно яйцо и смешиваете. Все. Больше мы ничего не добавляем. Ни соли, ни перца, потому что роль соли играет фета. Да, роль перца. Роль перца играет Ваня. Играю я. Но если кому-то хочется, можно, конечно, добавить фета. Значит, вот, да. С вторым яйцом вот что мы делаем. Мы отделяем желток от белка. Так, значит, я... Вот, пожалуйста, все. Здесь все перемешано. Замечательно. Вилочкой. Хорошо мешать с вилочкой. Теперь нам нужна обязательно кисточка. Вот этот желток. А теперь нужно небольшое количество сливок. Вот сюда, в этот желток. Это нужно для того, чтобы сверху второй слой теста покрыть. Так, теперь смотрите. Весь сыр мы высыпаем абсолютно весь сразу вот сюда. И ровненько его распределяем вот здесь, в нашей форме. Да, вообще-то мы, конечно, может, даже и перестарались. Ой, будет у нас нажористый пирог. Куда сливочки, скажите? Вот сюда немножко. Например, такое же количество, как и желтка. Хватит, хватит, хватит. И что делаем? Перемешать. Вилочкой? Да. Вот так прямо. Вот. Смотрите, вот так вот плотненько его надо... Прижать. Прижать этот сыр, распределить по всей форме. Так. Чтобы он был ровный. Так. И все, и накрыть вторым куском теста. И сделать покруглее немножко, да? Чуть-чуть, да? Хотите? Я хочу попробовать. Так, 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 так. Ну, более-менее круг. Утечение. Так, теперь вот, Ваня, на глаз надо... Есть вообще такой специальный прибор, который режет тесто. Знаете, такое круглое колесико? Ну, такой ножичек круглый. Тесто рез? Тесто резко. Тесто резко. Да. Его еще называют нож для пиццы. Ну, что-то такое, да. Так. И что? И накрываем. И тоже прямо с бумагой? Нет. Это уже без? Нет, это уже без. Вообще, я вам должна сказать, что лучше всего использовать тесто, прям сразу вынимая его... Вот смотрите, у нас много лишнего. Теперь что делаем? Так. Чтобы лишнего не было, и загибались концы вот этого верхнего, нижнего наверх. Так. Вот так вот, ну, просто отрезаем лишнее. Так, вот смотрите, раз, и мы берем аккуратненько. Оп, 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 оп. Смотрите, как изысканно. Теперь смотрите, нужно взять ножичек, и вот, ну, вот вы как бы натягиваете, чтобы было все правильно закрыто, да? Да я устараюсь, подождите, ножичком тут опасно натягивать, можно прорвать. Нет, вот так, ничего страшного, если вы прорваете. Вообще, иногда этот пирог делают не закрываясь вверху. А, то есть прямо вот так? Можно вверх не закрывать. Но если хотите что-нибудь написать, то придется. Смотрите, Татьяна, посмотрите. Так ли я все делаю? Да, отлично, Ваня. Кропотливая работа, но... Нет, потому что тесто просто не холодное. А теперь представлять, не холодное тесто. Не холодное и высокие бортики. Я предпочитаю форму, у которой низкий бортик. Тогда это удобнее все гораздо делать. Но мы работаем в таких пограничных условиях, когда человек проснулся 1 января в неизвестном ему доме. Единственное, что он нашел, это сыр, тесто и форму с высокими бортиками, в которой он спал. Так, ну что мы будем писать, Ваня? Писать? Цифру 1? Можно написать цифру 1. А можно написать Ц, а можно написать ТВ, мне больше нравится. Давайте мы пишем цифру 1 и ТВ. И сразу убьем двух зайцев. Хорошо, Татьяна, оставляю вас убивать первого зайца, пожалуйста, на нашем пироге. Друзья, я напоминаю, что у нас Татьяна Везенеева готовит пирог и еще шампанское с сорбе. Друзья, у нас небольшая реклама, после которой мы вернемся. Вы знаете, что хумус в переводе с эстонского означает... Пройдите на грим, пожалуйста. Надо припудриться. Друзья, это СМАК на Первом канале. У нас Татьяна Везенеева сегодня в гостях, с которой мы... Татьяна, ну посмотрите, как... Значит, цифра 1 у нас есть, мы убиваем двух зайцев, теперь пишем Т и В. Т и В. Ну подождите, это просто... Я пишу Т, вы пишите В. Да я просто пытаюсь понять, какого размера у вас будет Т. Большого. В зависимости от этого и будет и В. Так. Вот. Т. Прекрасно. Прекрасно, а тебе смотрите. Так. Вот. Друзья, пожалуйста. Чтобы все-таки не случилось, надо так вот прижать немножечко. Так, и что мы делаем дальше? Сейчас скажу. Вот смотрите, теперь маленький нюанс, маленький секрет. Берете вилку и вот так насквозь протыкайте. Просто когда будет стоять в духовке, чтобы оттуда пары выходили лишние. Лишние пары сыра. Да. Так, и последний штрих. Берем кисточку, Вань, хотите я вам поручить? Раскрасть. И что? И просто покрыться для того, чтобы была красивая рубяная корочка. То есть это вот для корочки, да? Да. Сливочки. Исключительно для этого. И яйцо одно, да? Желток. Желток только один. Так, сливки и желток. Прекрасно. Теперь нужно накрыть сверху бумагой и поставить в духовку на 30 минут. Разогретую уже духовку. А сколько градусов? На 80-200 градусов, ну как обычные пироги. Ну да. Когда пройдет 30 минут, надо духовку выключить и по идее оставить еще там минут на 5, сняв бумагу. Или можно заранее снять бумагу, чтобы вот эта корочка, она получилась очень красивая. Да, да, да. Накрываем. Вот так. Татьяна, смотрите, остался колобок. Колобок можно тоже. Вообще все эти кусочки можно использовать, булочек найдет, там всевозможных, рядом положить на противень. И так ставим в духовку. Прямо так, да? Угу. Все. А для чего бумага? Чтобы сразу не сгорелась. Чтобы сразу не сгорелась. Ну вот, пока у нас пирог готовится, мы можем что-нибудь выпить. Да, мы не можем. Что-нибудь такое необыкновенно вкусное. Если мы говорим про 1 января, то это скорее необходимость. Да. Значит, нам нужны шампанское и сорбет. Не путайте с мороженым. Именно сорбет. Дайте, я посмотрю. Я предпочитаю зеленое яблоко, но можно, например, манго. Вот. Смотрите, хорошее шампанское подойдет? Хорошее подойдет. Главное, чтобы оно было сухое, не крепленое. Крепленое шампанское, ну это, как говорится. Нет, ну сладкое, полусладкое, вот это вот нам не годится. Так, и сорбет, да? И сорбет. Вот он, сорбет. В данном случае... Ну, покупной. Естественно, да. Конечно. Это у нас манго. Тоже вкусно. Ну, а что? Вообще вкусно, когда можно смешать, например, лимонный с клубничным или черная смородина с манго. Ну, отдельно моно тоже хорошо. Ну? Значит, нам нужен большой кувшин. Ну, давайте. Лучше прозрачный, с широким горлышком. Нам нужно блендер. Так. И ложка. И, собственно, все. И ложка. Ванечка, я думаю, что вы умеете открывать шампанское. Ну, узнаете. Так, чтобы взрыва не произошло. Конечно, учились. Вот тут есть даже красная такая штучка. Ну, вот я хочу вам сказать, что шампанское, конечно, должно быть сухое. Не полусладкое, не сладкое, тем более. Но самое главное, цена и марка в данном случае не имеют никакого значения. Вы сейчас убедитесь в этом, Ваня. Да. Итак. Пока часы 12 бьют. Сейчас. Оп. Отлично. Итак. Значит, теперь последовательность такая. Берем сорбет. Так. Раз. Ну, вот пару таких ложек. Можно три. Давайте три. Три. Так. Наливаем шампанского. Прямо туда? Не всю бутылку, да. Туда. Ой, не хочет. Примерно половину. Давайте, влите, влите, Ваня. Все, достаточно. Так. Оп. Можно еще чуть-чуть добавить. Так. И все взбиваем блендером. Попробуйте. Прекрасно. Друзья, если нет шампанского или сорбета, вы можете использовать вместо шампанского брагу, а вместо сорбета снег. А, еще знаете, что можно использовать? Мелко порубленный, например, фруктовый лед. Все, отлично. Все. Отлично, да. Теперь нам нужно... Так. Теперь нам нужно два бокала для шампанского. Ну, конечно. И, собственно, все. И все? Да. Дело сделано? Да. Так. Вот этот новый напиток. Я не знаю, как его назвать. Давайте ему придумаем название. Откуда этот рецепт? Тоже от французов. Но, вы знаете, это совершенно гениальный напиток для жаркого лета. Когда вы сидите где-нибудь на балконе или на террасе, на даче. Жарко. Жарко. И вам нечего делать. Ну, первого числа тоже хорошо. Попробуйте, Ваня. С Новым годом. С Новым годом. Ну-ка. Вкусно? Мне кажется, надо еще сурбет добавить. Побольше. Прямо туда? Нет. А блендер не поместится. А вот сюда? Сюда. Пропорции нужны. Ну, в общем, каждый делает ту пропорцию, которая ему нравится. Я бы сказал, что этот напиток напоминает мне немного напиток беллини. Да. Да. Беллини – это шампанское с персиковым соком. С освежевыжатым персиковым соком. Да, свежевыжатым. С мякотью. Ну, в общем... А может, это густой? Выбирает себе пропорцию, которая ему больше нравится. Больше сурбета или больше шампанского. Сейчас смотрите. Ну-ка, 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 ну-ка. А есть еще бокал? А зачем? Туда дольем, Татьяна? Нет, чтобы понять разницу во вкусе. Татьяна, да что понимать? Надо пить и все. Ну, вот есть другой для вина. Для вина есть. Что вы тут устраиваете дегустацию? О, смотрите, там даже кусочки сурбета. Попробуйте. Вы плохо размешали, Ваня. Я старался. Это плохой блендер. Да? Другой разговор. А здесь шампанского больше. Да. Тоже есть плюсы. Ой, друзья, а если этим запить 150 граммов зверобоя... Позвольте... Ну, слушайте, это вкусно. Нет, это правда вкусно. Можно туда добавить еще немножко каких-нибудь ягод для красоты, например. Но лучше всего именно фруктовый лед. Ну что же, а может быть мы что-то еще приготовим? Я могу вам предложить, например, такой рецепт. Я здесь видела креветки. Вот они, смотрите, совершенно случайно остались креветки. А это Андрей Макаревич плавал в море и снимал костюм, и случайно попали ему в костюм. Замечательный рецепт есть креветки в морковном соусе. Вот есть у нас свежевыжатый морковный сок. Так, и что же? Значит, креветки надо поотжарить. Две минуты. Прямо на сковородке? Прямо на сковородке. На большом огне? На оливковом масле, да, на большом огне, на оливковом масле. Кастрюлечку маленькую взять. Сейчас кастрюлечку даю. Так, сюда надо вылить морковный сок. И его нагреть очень сильно, но не доводить до кипения. Так, разогревается морковный сок. А соус социбелия? Значит, мы туда ложечку положим. Социбелия, это свежевыжатый морковный сок? Да. Свежевыжатый морковный сок? Свежевыжатый. Социбелия, да. Татьяна, на секунду вас оставлю. Да. Вы, Татьяна Веденеева, размешивайте сейчас социбелия с разогревающимся морковным свежевыжатым соком. У нас сковородка нагревается, в которую я уже выливаю немножко маслица для того, чтобы в этом масле сейчас обжаривать креветки. Вот сейчас прямо, пока масло разогревается, друзья, объявлю короткую рекламу на Первом канале, после которой вернемся. И вы знаете, что вермут в переводе с болгарского означает Зина, поверь, у меня с ней ничего не было. А чем вас дядя Володя угощал? Чем-чем, да? В основном ликер подливал, да, анекдоты травил. Джузеппе Верди, травиата. Дорогие друзья, СМАК на Первом канале. У нас в гостях сегодня Татьяна Веденеева. Татьяна, я... Мне нужно сливочное масло. Сливочное масло в холодильнике. Что такое? Сейчас, а я быстро... Значит, сок морковный. Две-три, ну как вам нравится, по вкусу ложки социбелия, лучше острый. И довести до очень горячей температуры, но не до кипения. Добавить туда грамм сорок. Сливочного масла. Значит, я вам рассказываю рецепт пока. Откуда этот рецепт, кстати, Татьяна тоже вот хотела сказать? Я не помню, от какого... Вы вынимаете хорду из креветок? Да, это хорда называется. Я думала, называется... Длинная черная линия? Кишечная вена, ее так называют профессионалы. Этот рецепт не помню, кто-то из шеф-поваров мне рассказал. А вы где? Вы, слушайте, а где вы там с шефом? Я жрела раньше, что тоже кулинарное упражнение. Это я все знаю. То есть кто-то приходил к вам и просто подсказал. Все, я секунду, мне нужно вынуть то, что вы называете... Кишечной веной? Назовем это так именно. Значит, тогда я расскажу. Татьяна, поскольку мы говорим про Новый год, вы расскажите-ка пока, ну хотя бы два слова нам расскажите, относительно того, где... Вы помните самое запоминающееся празднование Нового года в вашей жизни? Есть у вас такое? А, это были студенческие годы, на самом деле. Да. Потому что, мне кажется, самый запоминающийся Новый год было много разных. Это когда вы в ГИТИСе учились? Да, потому что, когда ты в большой компании, людей, с которыми ты знаком, но еще недостаточно хорошо, чтобы они тебе уже надоели, или с кем-то находиться в натянутых отношениях, вот это самая прекрасная встреча Нового года. То есть, все-таки приятно праздновать Новый год с людьми, которых ты не очень хорошо знаешь, да? Нет, знаешь, но они тебе не успели надоесть, скажем так. Ну, то есть, ты знаешь, что уголовная ответственность на них ни на ком не лежит? Да. Вот, это было на первом курсе, то есть, мы уже полгода все знали друг друга, денег у нас особенных не было. Одна девочка, которая была москвичкой и имела трехкомнатную квартиру, родители куда-то уехали на дачу, мы решили... Так обычно всегда бывает. Решили справлять Новый год у нее, но вечерних платьев ни у кого не было, маскарадов тоже, поэтому мы, заложив свои студенческие билеты в костюмерную ГИТИСа, то есть, получили платье на прокат. Ничего себе. Можно было только получить на прокат, отдав паспорт или студенческий билет. Так. В общем, мы нарядились кто во что гораст. И какой он? Мужчины нарядились, был у нас один парень, он сейчас на радио работает, который нарядился, например, священником. Ну, понятно, почему на радио. И с одной нашей однокурсницей, которая была в костюме цыганки, они по дороге к моей подруге, живущей на Сретенке, зашли в детский мир купить каких-то новогодних игрушек. Вы представляете, какая была картина? Когда священник покупает пистолет-игрушечный. Такой вот, в какой-то рясе, под ручку с цыганкой, они шли по детскому миру, в общем, люди не понимали, что происходит. А люди говорили, чего только в жизни не бывает. Да, чего только не бывает. Вот это было очень весело. Так. Ну, все. Вот смотрите. Могу я их уже туда опустить в масло? Получается, частично. Ну, просто чтобы они все вместе были опущены, наверное. Сейчас я... Значит, жарить креветки нужно две минуты. Посыпать солью или перцем следует после того, как они обжарены, чтобы они оставались максимально мягкими и нежными. Так. Вот. Если вы будете жарить их дольше, они все равно станут жесткими. Смотрите, видите, они мгновенно становятся розовыми. Да. И еще это запомнилось, знаешь, почему? Потому что мы все вместе принимали участие в процессе приготовления. Нас же было много. Мне кажется, это и есть самое главное на празднике, когда люди приходят и сами, готовят еду. Ну, что-то девочки, конечно, заготовили. Но, тем не менее, пришли парни, помогали нам лепить пельмени, которые мы ели на следующий день. Там, мы долго жарили гуся, который часов в пять у нас категорически с яблоками не хотел жариться. В общем, это было очень весело. И еда, конечно, как ничто сближает любых людей. Согласны? Я убежден им. Я бы сказал, не еда, а совместное приготовление. Ну, и еда тоже. Ведь мы иногда даже в быту разговариваем языком кулинарии. Например, вот, если мы не знаем человека, мы говорим, что это за фрукт? А на новом предмете говорим, а с чем его едят? Да. Все нам надо попробовать на зубов, приюшиться. Или, например, какие-то такие, что-то ты какой-то сегодня вареный. Вареный, да. Или почему-то я сегодня не в своей тарелке. Да. Или пойду-ка я сегодня пожарю куропатку. Это такое... Поджарю кое-что. Это... Кое-кому. Это такое, назовем это так, это такое спортивное выражение. Да, Ваня, ну надо быть все-таки, знаешь, осторожным, иначе можно оказаться не в своей тарелке. Можно оказаться не в своей тарелке, конечно. Вот такие пироги, да? Вот такие пироги тоже, опять же, сюда. Вот мы и поговорили. Сейчас я ей... Пойдем креветкам позвоним, вот эти. Пойдем креветкам. Смотрите, совсем спекся тоже отсюда. Да. Потом, да. Поэтому лучше Новый год, конечно, чтобы не одна женщина маялась у плиты. Да. А чтобы ей помогали, ну, хотя бы подруги. Много очень термальных вот этих вот слов, которые очень помогают. Горячая штучка, тоже отсюда же. А горячая штучка, Ваня, это что? Горячая штучка? Это креветка? Это креветка. Ну, конечно, попробуйте ее взять рукой. Нет, давайте я попробую ее уже достать. Мне кажется, уже все готово. Да, да, да. Как у нас пирогов? Как вы делаете, Татьяна? Мне кажется, он уже все. Татьяна. Нет, ничего. Он почти готов. Надо убрать. Вы убрали уже эту бумажку? Я уже убрала бумажку. А, все. Вань, единственное, что я еще не сделала, пока с вами разговаривала. Так, это что? О великом, могучем русском языке. Нам надо овощи было отварить до полуготовности. Вот, например, брокколи. Отварить брокколи до полуготовности? Да, еще одну маленькую кастрюльку. Ставлю маленькую кастрюльку. Срочно, с кипяченой подсоленной водой. Так, 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 так. Так. Вода, вода. Так. Ваня, а какой у вас самый запоминающийся Новый год? Вы знаете, мне тут даже сложно вспомнить, какой у меня самый запоминающийся Новый год. Даже не помню. Вот сейчас, наверное, даже не вспомню. Вот такой, ну, я поэтому запомнился. Вы же все время работаете. Нет, просто я его не помню, поэтому он всем запомнился, но мне нет. Знаете, дело в том, что я потом видел только фотографии. Меня наряжали, как елку в какой-то момент. Меня наряжали под елку и под меня клали подарки. Так, я посолить воду, да? Да, воду чуть-чуть посолить. И вот, все. Теперь нам нужно понять. Вань, вот попробуйте вот этот морковный сок с социбелли. Мы должны его довести до ума. Вань, а нету больше ложки? Я по чуть-чуть. Вдруг понравится. Ну, чего не хватает? Вкусно. А вы уже приготовили подарки? Что бы было? Подарок я, да, уже, конечно, ну, частично, да. Я уже задумал, что, ну, пока думаю, готов ли я так легко расстаться с этой суммой. А вы считаете, на Новый год должны быть дорогие подарки? Я считаю, что все зависит от того, вот когда человек дарит подарки, он должен получать удовольствие. Помимо того, что тот, который получает подарок, это очевидно, но и тот, человек, который дарит. И вот если тот человек, который дарит, получает удовольствие, когда дарит дорогой подарок, надо дарить дорогие. Конечно, не очень приятно, когда ты даришь роскошный плазменный телевизор, а тебе в ответ дарят уникального человечка из желудей. Вот так по-разному бывает. Но с другой стороны, всегда приятнее дарить подарки даже, чем получать. Мне кажется, вообще надо к этому прийти, что приятнее подарки дарить, чем получать. Это правда. Особенно людям, которых любят. Недавно Олег Газманов рассказал забавный анекдот. Два парня сидят, выпивают, они друзья. Они выпили по рюмке, и у них лежит на столе тарелка, и там два огурца. Один большой огурец, другой маленький. Первый, кто выпил, берет, значит, и сразу большой огурец и закусывает. Второй ему говорит, ну слушай, Лёва, ну как же так? Ну мы с тобой друзья, вот я вот тебя так люблю, я всегда думала, что ты меня тоже любишь. Ну вот почему ты вот сразу берешь большой огурец? Да, да. Тот говорит, интересно, а ты какой бы взял? Я бы взял маленький. Старик, ну бери. Вот и все. Причем, вот друзья. Это слово о том, какой подарок, если ты подарил плазменный телевизор, а тебе человечка из желудей. Конечно, конечно, конечно. Значит, ты его достоин. Из этого анекдота многое что следует. Во-первых, вы, к сожалению, не передали, ведь этот анекдот рассказывается еще с небольшим фонетическим дополнением, потому что друг говорит, Лёва, а почему ты взял большой огурец? На что Лёва отвечает, Волоська, ну ты пойми, я же взял огурец. Мы же с тобой друзья, ну ты бы сам какой взял? Стричью? Так. Ваня, это ваша... Посолили, да. Да, посолили воду, слегка посолили, тем более, что соус, я думаю, что у нас и соус соленый, да, мы же будем соусом. Да, вот он у нас готовый. Ну и сколько это, Татьяна? Ну это просто смешно, ну это, ну, 2-3 минуты. Давайте пока достанем пирог. Давайте. Давайте. Давай, пирог. Приклады, все, 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 беру, Татьяна, подождите, подождите, все, он не горит, не горит, все нормально, не волнуйтесь. Нет. Ну как он горит, вы посмотрите, друзья. А? А? Значит, все, овощи готовы, полуготовность должна быть, вот, вынимаем, складываем сюда же, где и креветки, ну, ну, посмотрите, как красиво, когда разноцветные овощи, вот это очень важно. Белая цветная капуста, зеленый брокколи, цукхинь и сладкий перец можно, вот. И что, это теперь все перемешивается? И все это мы теперь, а, еще мы туда кладем немножечко вот этой петрушки. Мы забыли креветки посолить, поперчить. Ну, соус, давайте вот так, сюда немножко. Конечно, и все, и так. Морковный соус, смешанный с сибири и со сливочным маслом. Так, только мы это сделаем не здесь, а мы это сделаем уже вот здесь, правильно? Да. Вот Ваня считает, что это одна порция, да, Ваня? Я считаю, что это полу порции. Вуаля. А у нас же еще появился пирог. Ваня, вы любите большой кусочек. Как вы думаете? Мой вот этот большой вот весь. Так, так, прошу вас, друзья. И вот вы представляете, и бокал шампанского со сорбета. Так, так, Татьяна, ну давайте пробовать. Давайте. Нет, ну надо же с ложкой, Вань, надо ложкой попробовать, чтобы это все вместе попало в рот. И креветкой, и... Ой, как это... Да. Да. Попробуйте, чем мы лучше. Вот, друзья, посмотрите, как это должно получиться. Угу. И теперь... Можно хранить в холодильнике. Утром есть в холодном, например, на следующий день. Или поставить в микроволновку. А? Ну правда вкусно? Пирог гениальный, просто гениальный. Татьяна, за ваше здоровье. Спасибо, и за ваше здоровье. За ваше процветание, за ваше уникальное умение при помощи самых простых продуктов накормить жаждущих и страждущих еде. Создать волшебство. Татьяна Веденеева, друзья, давайте поаплодируем. Спасибо. Татьяна, а теперь время подарков. Спасибо большое. Друзья, Татьяна Веденеева, сегодня в смаке. Спасибо огромное, что вы к нам пришли, что вы нас накормили. И мы обязательно хотим поздравить вас с Новым годом. Спасибо, Ваня. Друзья, а мы на этом с вами прощаемся. Ненадолго. Увидимся с вами в следующий раз. И вы узнаете, что прошутто в переводе с литовского означает «Вальдемар, мне нужно два дня съездить к отцу на кладбище». Спасибо.